Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Мэру Анапы Сергею Сергееву присвоено звание «Почетный гражданин Тихорецкого района». Спасатели, предприниматели и электрики аварийных бригад в условиях аномальных погодных условий проявили себя героями. Новая жизнь здания, где начинаются новые жизни. Анапский роддом – стадия реконструкции. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Мэру Анапы Сергею Сергееву присвоено звание «Почетный гражданин Тихорецкого района». Такие звания присваивают людям достойным и профессиональным в жизни и в работе. Мы узнали, какие качества главы города-курорта Анапы выделяют и ценят анапчане и жители Тихорецкого района. Я Сергея Павловича уважаю за его труд, за его порядочность, за его умение держать себя в любой обстановке. «Почетный гражданин Тихорецкого района» Мне очень понравилось решение мэра не сносить здания, которые незаконно построены, а оставить их и отдать несколько квартир нуждающимся. Ведь я приветствую это. Легче всего убрать, снести. А вот такое решение – это государственное решение, очень правильное. У нас была очень серьезная проблема с палатками, с торговыми палатками. Они стояли 6 лет. Мы долгих 6 лет боролись за того, чтобы нам их убрали, потому что они работали круглосуточно. Когда он к власти пришел, их убрали. Мы сейчас очень-очень этим довольны, что действительно сейчас у нас чистота и порядок, и мы спим спокойно. Ко всем службам он всех проверяет, всех настраивает, чтобы в городе был порядок. Она поблагоустроилась, во-первых. Во-вторых, мусор стал вовремя убираться. Улицы буквально каждое утро подметаются машиной. Мы очень довольны и рады за Сергею Павловича. А мы переходим к темам будничным. В селе Супсех продолжаются работы по предотвращению подтоплений. Днем температура воздуха поднимается выше нуля. Лед и снег тают, угрожая подтоплениями дворов и частных домов. Ледяной панцирь сковал водосток в селе Супсех на участке между улицами Паркова и Гагарина. Возникла угроза подтопления жилых домов. По заданию главы курорта Сергея Сергеева ситуация взята под наблюдение управления ЖКХ. Коммунальщики ликвидируют природную аномалию, прорубая во льду дополнительные отводы для воды. По улице Гагарина угрозы подтопления нет. Отвели воду от жилых домов и в первую очередь от садика номер 32 «Ромашка». От сильных морозов активизировались природные источники на горе Макотра. Ливневая канализация с этой водой не справилась. Замерзли водоотводящие лотки у частных домовладений, а вода ринулась на проезжую часть, образуя наледи. На борьбу с ними вышли только отдельные граждане. Братья Андрей Паншута и Сергей Колесникова, увидев реальную угрозу подтопления, взяли в руки ломы и лопаты. С братом мы где-то часов до 12, до часу ночи долбили ручеёк, чтобы он тёк не во дворы, вот в эти вот все, а по этой колее. На следующий день приехал трактор, причистил, более-менее осталось. Пока перекрыт квартал улицы Гагарина, чтобы отсечь обледеневшую часть улицы, избежать заторовых ситуаций в гололёд и организовать доступный проезд специального транспорта к детскому саду. Автомобилисты, между тем, выезжают на замёрзший участок, нарушая сформировавшийся во льду жёлоб и рискуя жизнью. Сегодня в Субсехе работает спецтехника. Создавая дополнительные стоки для воды, расчищается перекрёсток улицы Кирова и Гагарина для свободного проезда автотранспорта. Проезд санитарной техники под станцией скорой помощи организован по улице Жёлоба. Ситуация находится под постоянным контролем управления ЖКХ. Любовь Евсеева, Станислав Фалько. Специально для Анапа. Регион. И о последствиях погодных условий в сельских округах. Многие жители сельских населённых пунктов в самое сложное время проявили себя как герои. В экстремальных условиях восстанавливали подачу электроэнергии и помогали населению продуктами. От последствий стихии в Юровке не осталось и следа. Разве что гололедица на дорогах и снег повсюду, который упорно не хочет таять. А в 20-х числах января на улицах были сплошные завалы, обледеневших деревьев и многочисленные обрывы линий электропередач. С бедой местным жителям в одиночку было бы не справиться. Хочется выразить большую искреннюю благодарность от жителей всех населённых пунктов нашего округа, работникам районных электросетей, работникам НЕСКО, которые были приданы в помощь. Отдыха было минимум. Заканчивали работать в 3-4 часа утра, до 6 ребята уезжали домой, помыться, привести себя в порядок. И в 8 часов уже все были опять на участке у нас в Юровке и начинали заново работать. По линии ПМ-5 у нас упала одна опора и было 4 порыва. Если говорить о линиях 0-4 КВ, то, я не знаю, около 100, наверное, порывов. Они просто не поддаются счёту, сколько было порывов. Одни устраняют, тут же обледенение идёт, тут же опять порыв. И по всему округу ребята так катались в очень тяжёлых погодных условиях. За это им искренне большое спасибо. Бригады электриков работали без перерывов на обед. В виде этой местной администрации и сотрудники школьных столовых Юровки и Чикона организовали для спасателей бесплатное горячее питание. Благодарность, если люди, конечно, на холоде, им же надо хотя бы горячий чай. Но мы решили, что мы их можем кормить полным обедом. Жизнь быстро входила в нормальное русло. В школе в первый же день подключили свет, и ребятишки не пропустили ни одного урока. Была метель, было очень холодно, света не было. Но, тем не менее, учителя приходили, сотрудники приходили в школу. Мы работали. У нас очень хороший завхоз, который следил за котельной, чтобы не допустить разморозки батареев. Мы следили за этим, света нет. Котельная работала на генераторе. Делали все возможное, чтобы мы работали. Мы все быстро привыкаем к благам цивилизации. Нам кажется, что в магазинах всегда должно быть все, что нам нужно. Не все жители округа знают, каких усилий стоило доставлять в занесенные снегом хутора товары первой необходимости. Перебоев с продуктами они не испытали. Работали, без света мы работали. И со света мы, в общем-то, работали. Народ не остался ни без хлеба, ни без молока. Был хлеб. Разбирали быстро. Мы жляточками живем, работаем. Я прибежала, быстренько купила и все. Нам как бы все нормально было. Ежедневно во все магазины местной потребкооперации завозились хлеб, спички, масло, молоко и другие товары основной продуктовой корзины. Вот успели на черный, например, проскочить. Мы успели. Чуть-чуть за мед был. А назад мы ехали 4 часа. Благодаря Чевченко Алексея, который оказал нам помощь, у нас машины застряли. Они тоже, несмотря на такую погоду, нашел время. Завели они трактора и вот трактора вытащили нас. Потом просто частнику хочу сказать тоже спасибо. Это Мережка, который тоже на своем тракторе, несмотря на такую погоду, тоже принял участие. Расчистил этот занос и мы доставили хлеб. Сейчас установилась приветливая солнечная погода и от былой стихии на улицах не осталось и следа. Осталась только большая благодарность в сердцах местных жителей всем, кто помог им преодолеть трудности. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа. На заседании Комитета по финансам и бюджету, муниципальной собственности и социально-экономическому развитию города депутаты предложили вынести на рассмотрение очередной сессии Совета вопрос об исключении из плана приватизации на 2014 год объекта «Питьевой бювет», расположенный по адресу города Анапа, улицы Ивана Голубца, 27А. Подробности и итоги заседания Комитета прямо сейчас. «Питьевой бювет» необходимо сохранить для анапчан и гостей курорта, а сохранение профиля объекта – обязательное условие сдачи его в аренду. Не на 5, 10 или 50 лет, а навсегда, отметили депутаты. Готовность взять в аренду бювет, его называют «беседкой любви», ранее высказали в Анапской региональной курортной ассоциации. Ее возглавляет председатель Комитета по вопросам курорта Совета муниципального образования Вера Стефановна Севрюкова. Кроме того, на собрании Комитета обратили внимание на необходимость пересмотра стоимости аренды объекта и кадастровой стоимости земельного участка, сторону снижения. Обсудили вопрос о развитии малого предпринимательства, выявлении проблем и перспектив развития в муниципальном образовании. Несмотря на сокращение в 2013 году численности предпринимателей, занятых в малом бизнесе, на 2% оборот субъектов малого и среднего бизнеса вырос более чем на 7%, вырос и объем инвестиций. Почти на 6% увеличились налоговые поступления от этих субъектов. В 2014 году мыр Анапы, Совет депутатов и сотрудники администрации продолжат работу по созданию благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, повышения предпринимательской активности анапчан и защите их интересов в этом экономическом поле. И к другим темам. Вопрос реконструкции роддома Сергей Сергеев поднимал еще в декабре 2012 года. И вот свершилось. На проведение ремонта выделили 24 миллиона рублей, а в январе приступили к реконструкции здания. В красивом городе должен быть красивый роддом. Год назад Сергей Сергеев поручил ответственным чиновникам отремонтировать родильный дом в Анапе. Тогда внешний вид медучреждения находился в плачевном состоянии. Облицовочная плитка облетела с фасада, а ведь здание, где рождаются дети, должно вызывать только положительные эмоции. Ну, я не спрашиваю про самую дешевую, я говорю про самую красивую. Сколько стоит? Самая красивая порядка 16. Это полностью по периметру? Значит, плюс цоколь, отливы, отмостка. Они все это тоже не делают. Могу. Ну, давайте будем заниматься. И заниматься начали. На выделенные средства строители ремонтируют фасад четырехэтажного здания роддома. Также приведут в порядок вентиляционную систему и заменят два старых лифта. Заниматься ремонтом родильного дома выпала честь компании «Альфастройкубань». Из-за погодных условий на время работы приостановлены. Но как только на улице станет теплее, начнутся вновь в усиленном режиме. На протяжении последних лет анапчане неоднократно обращали внимание власти на внешнее и внутреннее состояние роддома Анапы. Оценить результаты реконструкции можно будет уже к концу 2014 года. Алина Гумерова, Максим Лагоши, Анапа-регион. Напоминаем анапчанам и гостям курорта. В пятницу, 7 февраля, на театральной площади пройдет грандиозный праздник в честь Дня открытия зимних Олимпийских игр в Сочи. Начало праздника в 18 часов. Гостей встретят на организованных интерактивных площадках. А в 20 часов 14 минут на большом экране начало прямой трансляции открытия главного события этого года – Олимпийских игр в Сочи. Грандиозный праздник, посвященный торжественному открытию 22-х Олимпийских игр в Сочи «Мы верим в победу России», начнет свой разбег 7 февраля в 18 часов от агонистического каталога в Горгипии. В III веке до н.э. 61 год подряд спортивные состязания на территории Горгипии проходили регулярно, каждый год. И сейчас, в наши дни, здесь, у древних каменных артефактов, идет репетиция самого главного события года. Божественный архон зажигает чашу священного огня. От нее загораются факелы 22-х факелоносцев. Их ровно столько, сколько прошло Олимпийских игр в мире. Это 22-е Олимпийские игры, которые через 34 года вернулись в Россию. Факелы понесут по городу через древние Горгипийские развалины лучшие спортсмены Анапы. В 20 часов этот огонь зажжет на площади Олимпийские кольца. Мы приглашаем всех на праздник 7 февраля на Театральную площадь, принять участие в грандиозном флэш-мобе и почувствовать себя одной большой страной. Мы верим в победу России – главный девиз праздника. И это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. В четверг, 6 февраля в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем минус 1, плюс 1. Ночью до 2 градусов ниже нуля. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы плюс 3 градуса. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова